Новый год, конечно, хорошо справлять в новой квартире. Впрочем, этот праздник хорош сам по себе. Согласно восточному календарю, он пройдет под знаком дракона. На миниатюрного мифического дракона очень похоже и игуана, которая, собственно, и стала символом Читинского зоопарка на весь следующий год. Как переживают Забайкальскую зиму эти и другие животные, смотрите далее. Двух игуан Гошу и Мотю привезли в Читинский зоопарк 4 года назад, еще совсем маленькими. Но благодаря заботе работников зоопарка ящерицы быстро окрепли и подросли. Гоша, как и полагается самцу, стал намного крупнее своей подруги. Его рост около двух метров. Мотя же и роста меньше, и темпераментом спокойнее. Кстати, таких экзотических зверушек многие заводят прямо у себя в квартире. Специалисты говорят, если уделять им должное внимание, они становятся почти ручными. Игуаны – это травоядное животное. То есть все, не только, конечно, там овощи, фрукты, яблочки, груши и прочее все. Там морковочку, листики, капусты, салаты. Посоветовать им нужно покупать маленькую игуану, то есть уже не взрослую. Чем меньше, тем она и, естественно, если человек будет за ней ухаживать, кормить, поить, она привыкает, становится ручной. Однако в зоопарке возможностей приблизить пребывание игуан к африканским джунглям все-таки больше. В специальных террариумах поддерживается температура не ниже 25 градусов Цельсия, с влажностью воздуха около 70%. Почти те же условия нужны и для других экзотических – питона-тигрового, удава-императорского, двух небольших кайманских крокодилов и одного нильского. Эти в природе опасные хищники в зоопарке выглядят вполне безобидными. Но не стоит забывать, их инстинкты могут проснуться в любой момент. Впрочем, голодать животным явно не приходится. Например, нильский крокодил Вася предпочитает курочку, печень и сердце, хотя иногда может полакомиться и морковкой с яблоками. Жить в тепле круглый год – это привилегия далеко не для всех. Большинство животных зимует в открытых вольерах. Но не стоит волноваться, все эти животные – настоящие сибиряки. Волки, изюбры, яки, косури, рыси, медведи, лисы – с легкостью переносят даже самые низкие температуры. Главное для них – это правильно питаться. Зимой их рацион становится более калорийным и обильным. Ну а если вдруг животное заболеет, опытный ветеринар сразу же окажет необходимую помощь. Светлана Тулунова, Сергей Рычков. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин